На Украине, ущемляющей права русскоязычного населения, не прекращаются дискуссии по поводу необходимости обучения на русском языке. Это неудивительно, ведь 51,3% населения страны используют русский для повседневного общения или говорят на нем в равной степени с украинским. Своё слово в этом споре сказал Владимир Зеленский. По мнению украинского президента, для открытия на Украине школ на русском языке страны должны уважать друг друга, и тогда всё будет хорошо. О чём в данном случае идёт речь? Хотите русскую школу? Давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется повага, отметил Зеленский в интервью западным масс-медиа. Языковой вопрос на Украине обострился после инициированного главой государства в мае этого года законопроекта о коренных народах, согласно которому таковыми в стране теперь не считаются русские, белорусы, молдаване и поляки. Следовательно, им не разрешено открывать учебные заведения на своём родном языке. Против дискриминационного закона проекта Киева решительно выступили в российском парламенте. Власти Украины идут по пути нацистского Третьего рейха или в современности, по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах позорный титул «Неграждане для своего русского населения», высказался первый зампред Госдумы Константин Затулин.